20 августа в Твери в ландшафтном парке Тьмака состоялся гастрономический фестиваль Верхней Волжья. Этот праздник еды плотно встал в августовский план событий и завоевал неподдельные интересы у жителей гостей областной столицы. Чем удивляли организаторы в этом году, рассказываем прямо сейчас. Подобные гастрономические фестивали проводятся в Твери с 2017 года. Был перерыв в 2020 и в 2021 годах в связи с действовавшими мерами эпидемиологической безопасности. И вот, наконец, в этом году праздник снова провели в ландшафтном парке Тьмака. Очень много людей. Несмотря на то, что ветреная погода, я думаю, это не помешает попробовать наших тверских изысков. Очень вкусные блюда представляются различных кухонь. Начиная от нашей традиционной Тверской и кончая испанскими чуросами. Участниками фестиваля в этом году стали рестораны и кафе, фермерские хозяйства и производители продуктов питания Твери и Верхней Волжья. В течение дня они не только презентовали свою продукцию, но и проводили мастер-классы шеф-поваров по кулинарному мастерству. Впервые в праздники приняли участие известная российская телерадиоведущая Тутта Ларсон и ее супруг Валерий Колосков. Мы все умеем, у нас все есть свое. И сыры, и мед, и хлеб, и всевозможные прекрасные наши родные российские продукты. И замечательные люди, которые их производят. И нужно, чтобы с ними познакомились мы все. И вот такие мероприятия, мне кажется, для этого очень хорошая площадка. Одним из центральных мероприятий стало приготовление 200 литров ухи по Селегерске из 20 килограммов судака. Мастер-класс проводил Тверской шеф-повар, член Национальной гильдии шеф-поваров России, почетный член Турецкой федерации шеф-поваров и кондитеров Михаил Сороковой. Чем интересно это само блюдо? Это все продукты, которые мы взяли, произрастают на территории Тверской области. Это исконно наш рецепт. Рыба тоже добыта на Селегере. И поэтому, я думаю, это будет очень вкусно, полезно. В фудзоне все желающие смогли попробовать специально разработанные для фестиваля блюда. Например, жаркое по-староболжский, плов, валдайская возвышенность. Кроме основной фудзоны на гастрономическом фестивале работали развлекательные спортивные площадки. Кинотеатр под открытым небом играли тверские музыканты. Судя по отзывам посетителей, у фестиваля за пять лет появилось большое количество поклонников. Отлично организованный фестиваль. Молодцы, что стали использовать эту территорию для того, чтобы привлекать людей к культурному образу жизни. Мы попробовали шашлыки, кофе, квас. Понравилось все? Понравилось, очень все понравилось. Обслуживание понравилось, культурное, очень тактично, очень хорошо. А уже в следующие выходные в этом же месте, в ландшафтном парке Тьмака, пройдет фестиваль «Лаваш-2.0». Это будет фестиваль уже уличной еды. Фестиваль «Лаваш-2.0».